Ближний Восток на грани Ливанские боевики нанесли удар по израильской армейской базе. В результате погибла женщина военнослужащей, еще 8 солдат получили ранения. В ответ Израиль нанес удары по югу Ливана, погибли минимум 11 человек. В чем стратегия Хизбаллы? Чем отвечает Израиль? Готовы ли стороны к войне друг с другом? Будем отвечать на эти вопросы и поговорим с экспертом по ливанской политике. Хизбалла переводится с арабского как партия Аллаха. Это ливанская организация, которая была создана в начале 80-х при прямом участии корпуса Страш-Исламской революции. В тот момент Тегеран воспользовался антиизраильскими настроениями, которые обострились на фоне вторжения Израиля в Ливан в 1982 году. Главной задачей Хизбаллы стала борьба с Израилем и его западными союзниками. Изначально структура придерживалась предельно радикальных взглядов и методов. Применялись смертники, а также похищения людей. Однако постепенно Хизбалла стала больше, чем просто экстремистской группировкой. Ее политики начали проходить в ливанский парламент, бизнесмены занимать ведущие места в экономике Ливана. По мере того, как Хизбалла превращалась в одну из ведущих сил в стране, ее методы становились чуть менее радикальными. Что касается Израиля, то последний раз Хизбалла воевала с ним в 2006 году. Затем активных военных действий на этом направлении она не вела. Хизбалла считается главным союзником Ирана в регионе. Эти силы заметно совпадают в идеологическом плане. Так же, как в Иране есть свой духовный лидер, у Хизбаллы есть свой собственный лидер и духовный авторитет – Хасан Насрала. Как и во многих других точках Ближнего Востока, ситуация на границе Ливана и Израиля обострилась 7 октября 2023 года. Хамас атаковал израильскую территорию. В ответ еврейское государство начало военную кампанию в палестинском секторе Газа. В Хизбале заявили о недопустимости уничтожения палестинцев и начали обстрелы территории Израиля. На каждый удар еврейское государство отвечает еще большим ударом по территории Ливана. Ограниченные по масштабам, но регулярные обмены ударами с тех пор не прекращаются. Параллельно Израиль бьет еще и по объектам Хизбаллы в Сирии. В начале февраля израильская армия заявила, что после 7 октября в общей сложности поразило 50 военных объектов Хизбаллы в этой стране. С самого начала обострения наблюдатели задавались вопросом – начнет ли Хизбалла войну против Израиля? В целом аналитики сходятся во мнении, что Хизбалла не заинтересована в полномасштабной войне. Очевидно, что Израиль сильнее и ответ может разрушить экономику Ливана, погрузив страну в кризис. Хизбалла обладает экономическими интересами и политическими амбициями. Жертвовать собой без цели просто ради борьбы с Израилем в организации готовы далеко не все. Также против такого сценария выступает Иран. Тигран держит Хизбаллу как последнее средство против Израиля, если последний решит нанести удар по иранской территории. Показательные слова лидера Хизбаллы Хасана Насролы. Он заявил, что Хизбалла уже сейчас находится в состоянии войны с Израилем и оттягивает на себя его силы. Это значит, пока больше войны не планируется. Но даже если сама Хизбалла не готова к войне и может начать Израиль. В этой стране регулярно звучат заявления, что не надо ждать нового 7 октября на севере границы. Нужно разобраться с угрозой Хизбаллы первыми. Помимо этого, война может начаться случайно. Такого в истории уже бывало. Рассмотрим подробно то, как и чем воюют Израиль и Хизбалла уже сегодня. Хотя прямой войны пока нет, обе стороны обменялись уже десятками смертоносных атак. Чаще всего для атак по Израилю Хизбалла применяют противотанковые управляемые ракеты. Иранские комплексы «Алмаз», российский ПТРК «Карнет» и его иранские аналоги. Другим средством для удара Хизбаллы стали ударные беспилотники. Чаще всего речь о дроне «Абабиль-2». Мы рассказывали о нем подробнее в выпуске по противостоянию США и Ирана. Также были случаи применения Хизбаллой реактивных систем залпового огня. В качестве цели Хизбалла стремится выбирать танки и прочую военную технику, а также военнослужащих израильской армии. Еще есть одна специфическая цель – израильские объекты связи на границе. Они почти не охраняются, поэтому становятся хорошей мишенью, хотя ущерб израильской армии от этого небольшой. В свою очередь Израиль использует широкий спектр своего вооружения для ответных ударов по территории Ливана. Прежде всего активно используется авиация, самолеты и вертолеты. Также для ударов применяются беспилотники. Кроме того, Израиль использует артиллерию, включая дымовые снаряды с белым фосфором. Несмотря на то, что первоначальные цели обеих сторон были военными, удары неоднократно подвергались мирные объекты. Прилеты по гражданской инфраструктуре неоднократно случались, как на израильской территории, так и в Ливане. О ситуации внутри Ливана и позициях Хизбаллы поговорим с востоковедом, экспертом по ливанской политике Максимом Жабко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Почему Хизбалла остается одной из ключевых сил в Ливане? Чем обусловлены настолько устойчивые позиции исламской структуры в светском и местами достаточно прозападном Ливане? Ну, с одной стороны, Ливан все-таки тоже не совсем светское государство. Там, безусловно, много плюрализма. Это не мусульманское государство, не христианское государство. Но там вся политическая система построена на квотах для разных конфессиональных общин. И, кроме того, там многие вопросы, связанные в первую очередь с браками, наследованием, личным статусом, они находятся в ведении не государства, а как раз религиозных общин, их каких-то религиозных институтов. Это важный момент. И да, то, что отдельные секции населения весьма прозападно настроены и находятся под большим влиянием западной культуры на протяжении многих уже веков, пары веков как минимум, это, безусловно, так. Что касается Хизбаллы и ее популярности, то тут есть несколько факторов. С одной стороны, в рамках вот этой конфессиональной системы Хизбалле удалось утвердиться как одному из представителей интересов шиитской общины. И, собственно, в союзе с другой шиитской партией, с движением Амель, Хизбалла фактически установила, они вдовем установили монополию, олигополию на политическое представительство шиитов вообще. Кроме того, Хизбалла комбинирует эту апелляцию к шиитской идентичности, не только конфессиональной, именно как община, не столько как какая-то религиозная группа. Ну и в то же время, разумеется, Хизбалла – это еще и исламистская организация, которая и религию использует не только как некий общий знаменатель для идентичности в общине, а и в своей идеологии. И ее идеология, которая под большим влиянием как раз идеи Аятулла Хамени находилась всегда, это также некий плюс, можно сказать, для партии в каком-то смысле, потому что на фоне многих других, практически всех других политических сил, особенно крупных, Хизбалла выглядит как некая идеологическая сила, которая думает о чем-то, кроме обогащения семьи председателей партии. Но, кроме того, разумеется, у Хизбаллы, как, опять же, у всех других крупных игроков политических плеваний, есть разветвленная система социальной поддержки населения, это и школы, и больницы, всякие молодежные спортивные клубы, разного рода другая социальная поддержка. Этим как раз политические силы, таким образом, компенсируют то, что ливанское государство традиционно не очень способно, не очень может предоставлять все эти услуги, в частности, из-за коррупции, ну и в частности, за счет этой коррупции, видимо, и финансируются все эти социальные услуги разных партий. Правда, конкретно в случае Хизбаллы тут, видимо, роль коррупции вполне вероятно гораздо меньше, чем у других политических сил, во многом за счет иранского влияния. Ну и, кроме этого, конечно, есть давление на оппонентов. Опять же, не нужно думать, что вот там, где живет Хизбалла, там ее вообще никак нельзя критиковать, выступать против нее, что за тобой сразу придут. Далеко не всегда это так, но, тем не менее, бывают и громкие убийства критиков Хизбаллы, и, понятное дело, что есть множество способов надавить на человека, оказать влияние гораздо менее насильственными методами через семью еще как-то. Ну и, кроме того, все-таки нужно отметить, что при этом на последних выборах парламентских, которые были в 22-м году, там как раз на юге Ливана, в стеон поддержки Хизбаллы и движения Амоль, там удалось избраться двум таким кандидатам, которые не связаны с этими партиями, которые критикуют все вот эти традиционные политические партии, которые после Гражданской войны правят Ливаном, многие из которых выросли из ополчения времен Гражданской войны. И, несмотря на то, что были попытки оказывать давление во время кампании предвыборной на оппозиционных кандидатах, все равно двое избрались. Правда, опять же, нужно подчеркнуть не на шиитские места, а на место для друза и для греко-православного. Чем являются боевые отрады Хизбаллы с точки зрения ливанского законодательства? То есть они встроены формально или неформально в государственную структуру безопасности? Статус вооруженных формирований Хизбаллы в Ливане как-то не формализован, насколько я понимаю. Он основывается, в частности, апеллирует сторонники Хизбаллы к соглашениям в Таифе, которые положили конец Гражданской войне. Там не было конкретно о Хизбалле и о том, что она может, в отличие от других ополчений, которые, как предполагалось, должны распустить свои вооруженные крылья и интегрировать их в армию. Там ничего не было про то, что у Хизбаллы есть право не распускать свои вооруженные крылья, но там есть про то, что Ливан должен добиваться окончания оккупации Южного Ливана израилем любыми средствами, и к этому апеллировала Хизбалла. Да, я напомню, что до 2000 года, до мать 2000 года, часть преграничной территории на юге Ливана находилась под контролем израильской армии и их прокси армии Южного Ливана. И, кроме того, Хизбалла и ее сторонники апеллируют к формуле традиционной, больше риторической «народ, армия и сопротивление». Эта формула действительно фигурирует в заявлениях правительства, различных правительств ливанских, но она тоже не от какого-то закона, который это регулировал бы. Подразумевается, что народ весь народ Ливана противостоит Израилю, армия – ливанская армия, а сопротивлением в дискурсе Хизбаллы подразумевается Хизбалла. Собственно, очень часто в близких к ней СМИ пишут не Хизбалла, а исламское сопротивление, особенно если речь идет о каких-то новостях, связанных с боевыми действиями с Израилем. И да, в этом смысле Хизбалла не противопоставляет себя ливанским вооруженным силам, но и как-то формальный их статус боевиков тоже не закреплен. Но в то же время у ливанского правительства по сути нету ни политической воли и возможности, ни какой-то практической возможности разоружить Хизбаллу или заставить ее разоружить свое военное крыло. С одной стороны, опять же, в Ливане сложная политическая система, где традиционно в правительстве представлены разные политические силы. Какому-то одному лагерю продавить свою волю затруднительно. Когда были еще относительно робкие попытки в 2008 году правительства даже покуситься не на военную инфраструктуру, а на телекоммуникационную инфраструктуру Хизбаллы, она отреагировала весьма жестко. И, собственно, боевики Хизбаллы пришли в Суницкие районы Бейрута, где подожгли пару офисов, связанных с правящей партией, а две из правящих с Суницкой партией Аль-Мустак были семьи Хария. В общем, да, и в этом смысле нету возможности разоружить. То есть даже если бы было такое решение принято, вряд ли ливанская армия силы безопасности могут бросить вызов Хизбалле. Опять же, никто не собирается ввязывать страну в гражданскую войну. Ряд политических сил в Ливане после 7 октября начал призывать Хизбаллу не втягивать страну в войну с Израилем. Позиции этих сил в Ливане сегодня скорее укрепились или ослабли? Да, ну, в первую очередь важно подчеркнуть, что эти силы не представляют из себя какой-то единый лагерь. Среди тех, кто призвал и призывает Хизбаллу не втягивать Ливану в полномасштабную войну, были как последовательные критики Хизбаллы на протяжении многих лет, так и некоторые ее союзники. Ну, в первую очередь, ее крупнейший союзник, крестьянское свободное патриотическое движение, оно с первых дней войны заявило о том, что, пожалуйста, не надо, у нас нужно сосредоточиться на построении государства в Ливане. Разумеется, те, кто Хизбаллу критикует, например, христианская партия ливанские силы, их союзники и мусульманские, и христианские, они больше говорили о том, что это все происходит в интересах Хизбаллы и Ирана, а не в интересах Ливана. Ну, и что касается вот этого лагеря противников Хизбаллы, я бы не сказал, что он как-то укрепил свое положение. С одной стороны, конечно, им удалось одержать, можно сказать, победу в конце прошлого года, когда, в частности, по инициативе ливанских сил и других сил политических, был продлен мандат воднокомандующего ливанской армии, Жузефа Ауна. Об этом много говорили, поскольку опасались вакуума на вершине военной власти. Но в то же время, например, крупнейшая партия друзов, прогрессивно-социалистическая партия, она, хотя традиционно ближе к критикам Хизбаллы, она с начала войны занимала более дойственную позицию, поддерживала Хизбаллу, сопротивление, как они выражались, на юге Ливаны в противостоянии с Израилем. Бывший председатель и, видимо, фактически руководитель до сих пор прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат, он очень активно высказывался в том числе и в поддержку палестинцев, много критикует Израиль и встречался в том числе он с представителями Хизбаллы, где с одной стороны говорил, что да, поддерживаем то, что Хизбалла делает на юге Ливана, с другой стороны, пожалуйста, не нужно втягивать нас в войну. Ну и с другой стороны, у этих сил нету перспективы какой-то сменить, может быть, нынешнее правительство, в котором, во-первых, неполноправное, полноправного правительства нету с мая 22-го года с парламентских выборов, а сейчас там исполняющие обязанности. Но одна из главных проблем, как мне кажется, оппозиции вот этой Хизбаллы, они себя называют оппозицией, опять же, есть в Ливане разные взгляды, могут ли называть себя полноценной оппозицией люди, среди которых есть те, кто был министром еще в 90-е, но так или иначе, вот те, кто сейчас себя называют оппозицией, у них нет усиленного кандидата в премьер-министры, этот пост закреплен за сунницкими политиками, а на сунницком поприще там сейчас вакуум после того, как как раз в начале 22-го года крупнейшая сунницкая партия, партия семьи Харири, как раз приостановила свою политическую деятельность, а те сунницкие политики, которые сейчас громче всех критикуют Хизбаллу и в том числе поддерживают декларации, которые призывают к решению по формуле два государства для двух народов, они не столь влиятельны, у них в основном какое-то локальное влияние достаточно, нету такой массовой поддержки, которая была у семьи Харири, буквально в последние дни появились новости о том, что сад Харири появился снова в общественном пространстве в связи с годовщиной убийства его отца Рафика Аль-Харири, бывшего премьер-министра, но пока, видимо, рано говорить о каком-то его возвращении в политику. Вскоре после 7 октября внешние аналитики в целом сходились во мнении, что Хизбалла пока не стремится к прямой войне с Израилем, руководствуясь прагматическим расчетом. Как изменились, конечно, изменились позиции Хизбаллы за последние месяцы? В целом Хизбалла с начала войны последовательно поддерживается позиции с первых речей Хасу Насравлы, которые были только через несколько недель после начала войны. Хизбалла говорит о том, что ее фронт является фронтом поддержки, фронтом оказания давления на Израиль, как и фронты, например, в Йемене. И что как только завершатся военные действия в секторе Газа, тогда может успокоиться и ситуация на Ливано-Израильской границе. Более того, в одной из последних речей генеральный секретарь Хизбалла и Хасан Насравлы даже намекал на то, что возможно какие-то переговоры между Ливаном, непрямые, разумеется, с Израилем о вопросе границы, делимитации границ между Ливаном и Израилем, но опять же только после войны. А сейчас продолжаются дипломатические усилия США, Франции и других стран, направленные на деэскалацию, на то, чтобы как-то успокоить ситуацию на границе. В целом, с начала войны Хизбалла придерживалась стратегии постепенного повышения эскалации, чтобы, видимо, не вызвать сразу слишком большую реакцию, как это было в 2006 году. И, судя по всему, Хизбалла по-прежнему не стремится к большой войне. Но поскольку, опять же, в рамках стратегии Ирана, о которой вы много говорили, тоже Хизбалла, она нужна во многом для защиты Ирана. На случай, если Израиль и США решат нанести удар по нему, а пока нет такой перспективы, в принципе, рисковать Хизбаллой Иран не хочет. И сама Хизбалла продолжает настаивать, что она сейчас в этой войне на вторых ролях. А насколько израильское общество готово к войне Хизбаллой? Какие настроения царят сегодня в стране в связи с возможным вторжением в Ливан? Ну, по этому поводу, конечно, есть разные точки зрения. И какая-то часть израильского общества считает, что эта война неизбежна. И что сейчас лучший момент для того, чтобы нанести удар, поскольку жители приграничных регионов уже непосредственно пригранища эвакуированы. И войска уже мобилизованы. Страна в целом мобилизована. Какой-то боевой дух вроде есть. И что нужно решать эту проблему сейчас. Речь идет о том, что многие просто боятся, что если Израиль не попробует уничтожить Хизбаллу сейчас, то может повториться 7 октября уже на северной границе. Хотя нюанс, конечно, заключается в том, что если будет большая война, то страдать будет не только непосредственно приграничье, поскольку у Хизбаллы ракетный арсенал и гораздо больше, и гораздо точнее, чем у Хамаса. Ну и что же касается настроения в обществе в целом, то я не видел просто общественного мнения именно конкретно по перспективе войне с Ливаном. Но то, что я видел по поводу войны с Хамас, большинство израильтян считает, что приоритетной целью является освобождение заложников. А число тех, кто считает, что приоритетная цель – это именно уничтожение Хамас, насколько я помню, раза в полтора, может быть, больше ниже. И то есть с Ливаном нет такой мотивации воевать, поскольку там сейчас нет израильских заложников. То есть насколько люди будут готовы поддержать такую наступательную операцию, чтобы потенциально обеспечить безопасность в будущем – это вопрос. Главным образом еще и потому, что очень серьезные проблемы с доверием к нынешнему правительству. Вот я посмотрел свежие опросы общественного мнения. Израильский институт демократии 6 февраля опубликовал опрос, в котором говорит, что 71% израильтян поддерживают досрочные выборы. И причем даже среди израильских правых, а нынешний израильский кабинет представляет в первую очередь правых, ультрарелигиозных и крайне правых. И даже среди израильских правых 57% поддерживают досрочные выборы, 38% поддерживают выборы вовремя через несколько лет. Ну и при этом большинство израильтян ожидают, что война продлится еще по меньшему мере нескольких месяцев. Война именно в Газе. Так что я не знаю. Это косвенные признаки, на прибу не связанные, но мне кажется, это не говорит о каком-то особо воинственном настрое, хотя такие мнения, безусловно, можно очень часто услышать. Спасибо, Максим. Напомню, с нами был востоковед, эксперт по Ливану Максим Жабко. Что хотелось бы сказать в завершении. Главная проблема между Израилем и Хизбаллой не в том, что кто-то из них хочет войны. Главная проблема в том, что велотекущие военные действия уже идут. Израиль последние годы придерживался стратегии сдерживания, когда есть четкие красные линии и жесткий ответ в случае их пресечения. Это хорошо работало. Однако после 7 октября 2023 года ситуация перестала быть заурядной. И та же тактика приводит совершенно к иным последствиям. В результате эскалация только нарастает. Израиль все чаще наносит удары вглубь Ливана. С другой стороны, Хизбалла расширяет как арсенал вооружения, так и масштабы ударов. С ростом жертв с обеих сторон и у Израиля, и у Хизбаллы появляется все больше поводов для новых решительных действий. Поэтому обстрелы продолжаются и шансы на что-то более масштабные возрастают. На сегодня все. Всего вам доброго.